МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китайская шкатулка – совместный проект общественного телевидения Приморья и медиакорпорации Китая CGTN. В этом выпуске Китай продолжает отмечать наступление нового года дракона по лунному календарю. Гала-концерт медиакорпорации Китая по случаю праздника весны побил новый рекорд. Количество просмотров, прямой трансляции, отдельных номеров и роликов по данным на 2 часа дня 10 февраля превысило 14 миллиардов. Это почти на 30% больше, чем в прошлом году. Праздник света, фестиваль фонарей, привлекает поклонников китайского фэнтези в Хэндиань. В провинции Хэнань сохраняет древнее искусство кукольного театра теней. Собрется всей семьей за одним столом в канун Нового года по лунному календарю. Это традиция, которая значит очень много для всех китайцев. Еще одна традиция – семейный просмотр гала-концерта по случаю праздника весны. К наступлению года «Дракона» артисты со всей страны подготовили незабываемое шоу, в программу которого вошли песни, танцы, юмористические и акробатические номера и многое-многое другое. Что меня впечатлило? Во-первых, масштаб. Масштаб просто огромный. То есть для меня это на уровне Олимпийских игр. Костюмы, многообразие вообще Китая, его культуры. Мы видим и балет, и китайская опера, и танцы, и песни, и современные, и традиционные. То есть я могу посмотреть, как Китай выглядит, как его культура выглядит, вот, скажем так, не в сериалах, не в кино, а вот здесь на сцене с современными средствами. Там свет, музыка, аранжировки, костюмы шикарные. Я получила очень большое удовольствие от просмотра концерта. Меня очень впечатлило разнообразие китайской культуры. А ещё акробатические номера, декорации и то, как применялись высокие технологии. Всё это сделало шоу просто потрясающим. Это замечательная демонстрация китайской культуры и талантов, и хороший путь разнообразить культурные обмены. Те фрагменты, которые я посмотрел, от меня захотелось, так сказать, туда переместиться и увидеть это вживую. Люди разных профессий, включая мастеров по изготовлению лапши, спортсменов, полицейских и технических работников, приняли участие в создании короткого ролика «Наш гала-концерт», который стал данью уважения людям, упорно работавшим весь прошедший год, и выражением надежды на всё лучшее в новом. Всё лучшее, удачу и продвижение по службе в китайской мифологии символизирует карп, перепрыгивающий через ворота дракона. Этот символ обыграли создатели номера, в котором приняли участие более 20 акробатов. «Рыба устремляется вверх по течению, доплывает до драконьих ворот и перепрыгивает их. Эту древнюю легенду мы превратили в короткое, но очень яркое шоу». «Мне кажется, что очень важно, что в этом концерте отражена именно культура Китая. То есть они постарались сделать так, чтобы все элементы культуры в том или ином виде были представлены. Например, пекинская опера. Целое представление в рамках концерта мы смогли увидеть». Медиа-корпорация Китая также организовала конкурс на лучший танец дракона. Он прошёл в 68 странах и регионах мира. Вместе с зарубежными гостями танцевали телеведущий и музыкант Вуки Да и певец и актёр Лю Юн Ин. «Мне так нравится, это так весело». Так гала-концерт медиа-корпорации Китая дал грандиозный старт году дракона не только в Китае, но и за рубежом. Новогодний гала-концерт – это старейшее в мире новогоднее эстрадное шоу. Он выходит в эфир без перерывов с 1983 года. В 1983 году Китай стоял на пороге масштабных перемен. И тогда же в прямом эфире центрального телевидения был показан первый гала-концерт. На мероприятии царила невероятно оживлённая атмосфера. Любой желающий мог позвонить в студию и оставить заявку. В преддверии новогоднего гала-концерта 1984 года многие семьи копили деньги на покупку телевизора специально, чтобы посмотреть праздничное телешоу. Сегодня в Китае на 100 человек в среднем приходится около 120 телевизоров, а просмотр новогоднего гала-концерта уже стал доброй традицией. Согласно китайским традициям, в основе праздника весны лежит идея воссоединения. Именно поэтому мотивы воссоединения и возвращения домой всегда присутствовали в новогоднем гала-концерте. Для китайцев, проживающих за пределами Китая, идея воссоединения – это не только их заветное желание, но и часть культурного кода. Это фрагмент одного из выпусков новостей за 1995 год. В нем говорится о том, что международный канал центрального телевидения Китая начинает вещание в Северной Америке. Сегодня, благодаря развитым интернет-платформам, зрители во всем мире получили возможность в преддверии Нового года воссоединиться в облачном формате. Новогодний гала-концерт выходит в эфир уже 40 лет. И за это время в нем было задействовано множество технологических новинок. В 1983 году китайские зрители увидели в прямом эфире первый новогодний гала-концерт. В 1993 году на сцене был установлен светодиодный экран. В 2012 году на новогоднем гала-концерте была впервые использована технология голографической проекции. А в 2013 – технология дополненной реальности. В 2016 году были впервые задействованы роботы и дроны. В 2017 году технологии виртуальной реальности. В 2019 – гибкий экран. В 2020 – трехмерное изображение, не требующее очков. В 2021 – экран с разрешением 8К, виртуальная сцена и исполнители. В 2022 – огромный купол с экраном и новый вертикальный формат. Хэндянь – своеобразная машина времени. Там выстроены около десятка масштабных репродукций китайских кварталов разных веков. Именно здесь были сняты многие популярные китайские телесериалы. Чтобы привлечь сюда туристов, на праздник весны по киношным улочкам развесили фонари с написанными на них стихами и украшением в виде дракона. Чувствую, что здесь расширяется мой кругозор. Вся эта обстановка словно возвращает меня в древние времена. Световое шоу воссоздает сцены из Сяньча. Так называются истории о бессмертных героях, где переплетаются китайская мифология и фэнтези. В 2023 году вышло много популярных драм с участием бессмертных героев. И именно в Хэндяне появились на свет многие телесериалы в жанре сянься. Современная молодежь обожает эти истории, поэтому мы решили сделать шоу фонарей на данную тему. Праздник света и весны продлится в китайском Голливуде под Шанхаем до конца февраля. Под звуки гонгов, барабанов и традиционных китайских песен марионетки оживают в руках искусных кукловодов. Эти тени рассказывают зрителям истории об императорах и их слугах, о бравых войнах и мифических животных. Кукольный театр теней входит в список нематериального культурного наследия Китая. Поэтому в праздник весны тысячи людей приезжают в уезд Лошань, провинции Хэнань, чтобы насладиться этим древним искусством. Я в первый раз пришла на спектакль театра теней. Представление очень зрелищное. Мне кажется, всем в зале было интересно. Местные жители с теплотой вспоминают, как в детстве собирались на небольших площадках посмотреть шоу теней. В те времена выбор развлечений был небольшой, но в Лошане эти представления остаются главной традицией в праздник весны и по сей день. Китайский Новый год – самое оживленное время для нас. Если у человека сбылось желание, например, он заработал много денег, или в семье родился ребенок, или за этот год произошло любое другое счастливое событие, тогда люди приглашают трупы театра теней. Местные жители таким образом надеются привлечь удачу в новом году. Куклы для театра теней делают из натуральной кожи. Размером они могут быть от 20 сантиметров до 1 метра. Ноги, талия, плечи и локти таких марионеток изгибаются, а руки кукол изготавливают из двух частей, чтобы более точно имитировать человеческие движения. Это мастерство передается из поколения в поколение уже больше четырех столетий. Джоу Исинь, Сирития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова